Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут даровав, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут даровав. Игнать Тихонь, читайте Тресвятое. Или семи поклонные надо начинать, я тут запутался. Семи поклонные начало не надо сейчас читать, да? Надо, 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 все, считай. И пасхальная там концовку можно взять только там, где ты запевы там делал. Это до дня вознесения так будет. Семи поклонные-то вы читали все время, давайте тогда их читайте. Вот это в конце, ты перепутал. Утром ты считаешь, вот ты дойдешь до Псалтыря, и я читаю Псалтырь. Я говорю не сто поклонные, а семи поклонные начало. Ну вот три поклона начало. А, Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Счастая согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй им. Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Бог Господь на тебе воссия. Лихуй ныне, веселись и сегодня. Ты же чистая красуйся, Богородица, О восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови им. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисти Твоей Матери, Силы щаснагоза творящего Креста, Святых Ангелов Наших Хранителей, Всех ради святых. Помилуй и спаси нас, Яко благие си и человека. Аминь. Божьей милостью будь мне грешным. Создав имя Господи и помилуй меня, Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, утешите дух. Вот Царь Небесный не считать до Троицы. А здесь до Вознесения считается Христос воскрес из мертвых. Запомни только и все. Царю Небесный в виде ожидания идет сейчас. Все. Ожидание Духа Святого. Сошествие. Здесь место Царю Небесный считает Христос воскрес из мертвых полностью. Смертью и смерть поправ. Христос воскрес из мертвых. Смертью и смерть поправ. Исущим во грабеже живот даровав. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Сою Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да улетворь Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И во Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Восстав после сна мы преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую письмо сглашаем Тебе сильный. Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце и открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна. Благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою, стану и чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. «Придите, поклонимся Царю нашему Богу». «Придите, поклонимся и приподем ко Христу, Царю нашего Богу». «Придите, поклонимся и приподем к самому Христу, Царю и Богу нашему». Солом 14. Солом 14. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлю кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой у Господа, ибо он, одеснуя меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть ленье. То укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед лицом твоим. Блаженство в деснице твоей вовек. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу изусть нелживых. От твоего лица суд мне да изыдет, да возрятощи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Я видимную милость твою, спаситель уповающих на тебя, от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу овка, у тени крыл твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туче своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны с кем, но сидящему в местах скрытных. Вот стань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, от людей рукой твоих, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни. Которых шрева ты наполняешь из сокровищниц твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси и преподаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня. Молодыка, человеколючий, встав после сна, я по милосердию спешу к Тебе. И по милосердию Твоим принимаюсь за угодные дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу, и на прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем, и исполнять Твою волю ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесные живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясноведующие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслю, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью. Прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где неприставные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанных красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Святый Алгел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую, но и защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня о страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, нерадение, и все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Галина, Наталья, Ольга, Анатолий, Екатерина, Надежда, Сергий, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Девы, радуйся, благодатная Мария Господь с Тобой, благословенна Ты между женами, благословенна Площа Рива Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей и всех православных христиан. Подай Твои земные и небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей даром, здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокою, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, и даруем Царствие Небесное. Со святыми упокою, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляю Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерью Бога Нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувиме, и несравненно славнейшую, нежели Серафиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву олипречистой Твоей Матери, преподобным богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молимся, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали у вас славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя. С единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда, Тихий Ильич. Спасибо, Господи Белый Адамин. Родители, родители, благодетели, методолита Илариона, епископ Иисеев, Вениамин, Агафангела, Геомида, Тихона, Антония, Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Васильевна, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да, сейчас священника, если угодно тебе, смири власть и воин своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена, Амена, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и спаси и помилуй детей Сирии. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, да, на желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные тобой, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Защити нас здесь, усиление наше, от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серапима и Владимира, и обрати, благослови Людмилу, любовь Владимира, Алексея Иосифа. Найди новые души с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину, И Рашид, Судин, В общем. Всех побуди к благовестию. Спаси и помилуй надежды Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгения, Наталью, Михаила, Нину, Романа, Анну, Юрию, Александра, 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 Сергея, 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 и Екатерину, Екатерину, Галину. Возри на угроза врагов, погаси злобу их, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, благослови благодетелей наших, воздаем добром, Господи, Елену, Людмилу, Неванилу, Татьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежду, Эдуардову. Будь милостив к нам, Господи, и благослови. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И найди все наше родство, и Вдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ульгу, Елену, Марию, Татьяну. Господи, посети болящих и укрепи их, дай силу перенести страдания, и пошли им исцеление Твое, Святое. Валерия, Илариона, Кирилла, Татьяну, 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 Валентину, 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 Надежду, Анастасию. Младенца. Игоря. Богослови путешествующих и возврате их домой. Раису, Льва, Виктора, Виталия. Романа из Бако, Духа лжи, упрямства. Духовное рождение даром всем. Никита, благослови, Господи. Аллилуйя. И это наше сокровище в интернете. Сохрани все, что здесь есть и книги, здесь и пути и трудящихся. Игоря, Юлию, Димитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Александра, Александра, Андрея, Андрея, помогающих, Валентина. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Найди отступников, возврати им разум их. Михаила, Николая, Александра, Юлия, Анастасия. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, 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 Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человека благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на творение святых отцов и на каноны церкви. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай милостями всем, помогавшим нам в путешествии нашим. Павла, Зинаиду, Владимира, Димитрия Сергея, Людмилу, надежду благослови и помилуй. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Богом негречим. Благодарю Тебя, мой Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу им по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Благослови Самиру, чтобы она приняла Тебя, как пострадавшего за наши грехи и воскресшего. И не верил же пророкам. И Алексея найди. Сердце его расположи, встретиться с... Аллилуйя. Ян Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи на жизнь и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным. И даруй жилье каждому Сергею Гавриеву. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирлякист и чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, дабы укрепил Господь народ свой, дабы не страшились ни царей, ни начальствующих, и не участвовали в бесплодных делах тьмы, но и обличали. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафоня, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанных Духи Святым с любовью, Аллилуйя, и вечности воздай всем, кто трудился над моей душой, возрастанем ее в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Хюрвимы и Серафимы, сте небесные силы, престолы Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, стати евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Анна. Годарует Господь жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликапс, Минский, Устин, философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Арфим, Микамедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Да бы никто не принял начертания зверя Антихриста. Господи, дай веру Анфиму, Вениамину и страши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнильев, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабульский, Анкараштадский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь Святой православной вере, А замыселитиков разрушив, Ничто преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла первомущенца, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Кила, Андроник и Юник, Киприяна Устина, Да дарует Господь Послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость Женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. Избавь непокоривость Семейства Галины, Евгений, Надежды, Надежды, Правда, Евгений, Людмила и Анна, И прими нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное Перед престолом Благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, Заповедовавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Раб Твой. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я хотел спросить тебя, Сергей Павлович, Ты выставил там на моем форуме Про собак тренировку. Так ты видишь, Тебе вернули его этот? Как сказать? Ролик или что? Канал твой вернули, Что они тебя там закрывали? А я другой создал. Да нет, это как создал? Копию? Да я сегодня ставил новый. Твое обращение там все, Что люди ставили. Новый. Тебе вернули его? Ты даже не заметил. Да, там два канала у Сергея. Это видно. Так что, благодари Бога. Всегда молиться надо за администрацию тех людей, Которые дают нам возможность быть на их каналах. Конечно. Мы зависимы от них, но все-таки. Это же не игрушка. Все. Мы даже имена не знаем их, но молиться надо. Спаси Христос. Аллилуйя. Я очень сильно жалел, Что у тебя такой сильный канал. Это материал. На одно время не было этих роликов видно. А сейчас что, появились они что ли? Все до одного появились. Все полностью. Как ты обращение говоришь. И далее. Переписка какая. Все. Там у тебя страница. 23, кажется, страницы. Тебе это не скопировать. Это молитва достигла. Чудо Божие какое. Чудо Божие. Я сколько раз говорил. Не надо ничего тут делать. Только вопиять к Богу. И Бог, видимо, положил на сердце. И кто-то стал смотреть. Видит материал. Представь, 23 страницы. А у нас на форуме-то не просто так. А каждая страница это 50 тысяч знаков. Да. Дела. Аллилуйя. Аллилуйя. Я прошу, если кто не знает, 12 числа, воскресенье, по московскому времени, это будет в 3 часа дня. Вот этот шахматов Алексей Викторович. Ему там здание дали. Поедет он и будет у гроба Господня молиться. Так молитву по соглашению, как они называют. Вот чтобы все знали. В это время уже как-то время выбрали. На молитву встали. О всех там будет он, ему дали записки. Я не знаю сколько, тысяч, тысяч там. Чтобы прочитать все, ему нужно 3 часа, кажется. Ну не будет 3 часа, просит помочь просто. Кому-то может что-то даст. Вчера он выставил ролик один. И такой сидит печальный. Ну говорит, Даша-то все. С горячих-то люди зашли, когда он с Владимиром Головиным был. У него несколько раз подписчиков увеличилось. А вчера никого нету. И он всех просит, помогите, помогите, помогите. Ну вот и все. А у нас стабильно как шло, так и идет. У него 47, кажется, тысяч подписчиков. А у меня 36 всего. Так наши подписчики-то мы занимаемся, молимся и отзывы. А там никого нет. Мимо витрины шли, глянули и дальше. Он сильно опечален этим. Чтобы он приехал ко мне в Потеряевку пожил. Ему нужно, необходимо. Его закрутила вот эта мерзкая канитель-то. Тем более все прошлое, это блудное. Там секс-индустрия работал всю жизнь. А моя душа, как вот вчера я наговорил на собрании, как прикипела к нему. Я никак не могу отойти, молитва тянет. И молитва легко за него идет. Он искренний. Ну ничего не знает. Всю жизнь прожил в блуде. Что там в мозгах-то? Так, читаем, да, Игнатий Тихонович? Да, считай. Хорошо получается. Из книги Игнатия Тихоновича Лапкина «К истинному православию» под заголовок «Отцы и дети». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На исходе второго тысячелетия вполне достаточно фактов отделения от церкви вчерашних ее приверженцев. Только на африканском континенте насчитывается свыше шести тысяч сект, толков, динаминаций, считающих себя христовыми церквами. Каждые две недели рождается новая секта. Им же число – легион. И каждый родоначальник секты, ереси, оправдывает свое отделение вескими причинами, обвиняя тех, с кем был еще вчера близок. В 1913 году на земле было 130 сект. В 1930 год – 300 сект. И далее число их росло обвально. Но, цитата, «Нет ничего нового под солнцем, это уже было в веках бывших прежде нас». Экклесиаст, 1 глава, 9-10 стихи. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Лука 13, 3. «Ибо древнее, бывшее, есть грозный учитель для всех живущих ныне, чтобы не повторяли ошибок прежних жителей земли, и так же не погибли бы, как они». Цитата. «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. «Рассмотрим причины, приводящие к отходу от церкви, которые выдвигали тогдашние пустосвяты для своего отделения от своих духовных отцов». «Рассмотрим, какой дорогой дьявол уводил идущих евхалистической духовной жизни. Их следы еще и ныне подновляют их духовные дети, отступники от церкви Христовой, от православия. Как правило, при начале любого движения за отделение от церкви стоят вожди, измышляющие якобы веские причины, обвиняющие своих духовных отцов, яростно поносящие их». Число 16 глава. Обычно все отделяющиеся от церкви обвиняют своих наставников, учителей в необразованности, в гордости, в грубости, в жестоком якобы с ними обращении. И вот теперь они образуют лучшую в кавычках церковь, свою общину, свободную, наполненную любовью, где благодать неизмеримо велика, где ласха и обходительность налицо. Внимательно рассмотрим то, что уже было под солнцем, что в назидание всем авантюристам и изменникам, хулителям и очепенцам. Какую вину нашел сын, дениц и дьявол, в самосущественной любви на небе, о том никогда и никто не узнал еще. Тайна. Как грех мог вообще возникнуть на небе? Откровение 12 глава и Бытие 3 глава. Цитата. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Евангелие Таана 8,44. Игнатий Тихонович, у меня уже как неделю вопрос хочу задать. Что значит не устоял в истине? Устоять это значит, тебя испытывают, а тогда же на небе, как понимать этот момент? Как вы думаете? Устоять? Мы можем понимать только так, как дано смертным мыслить. Во всю глубину мы никогда не проникнем, потому что это запредельно далеко, когда и людей еще не было. Не устоял в истине, в Боге, по правде. Вот здесь я выставлял ролик, один тут нашел, интервью с дьяволом. И когда его спросили, кто ваш враг, как он весь сморщился, даже слышать не хочет, он хотел на небе установить другой порядок. И он тут говорит, Исаия, 14 глава. Ну просто прочитать один раз надо. Тут немного, три главы. 14-е языки или 28-е, умножить на 2, это 28-14, и 12-я глава Апокалипсиса. Он не устоял в истине, потому что все в истине, в Боге. Он захотел царствовать, равным Богу быть. Откуда эта мысль возникла, нигде не говорится. Есть один легкий намек, легкий намек. На него Златоус указывает, чтобы в пресвятера избирали не из новоначальных, дабы они не возгорделись, как дьявол. Вот такая фраза, и на нее ссылаются, что все-таки это была гордость, не покоривство. Какие бы ни были сектанты, это гордыня. Вот это самая настоящая гордыня. Вот говоришь, Христос сказал, создам церковь свою. Евангелие от Матфея 16-18. Верите? Да, верим. Церковь или церкви? Церковь. Одна, единожды соглашается. И дальше. Все, я с вами во все дни до скончания века. 28-18 Евангелия от Матфея. Во все дни. Не в века, не тысячелетия, а в дни. Если его нет в той церкви, которую он основал, как вы говорите, значит, нигде нету церкви, значит, это был не Христос, а лжец. Понимаете, что за этим дальше-то стоит-то? Ну, теперь скажите, кто так верил, как вы, допустим, харизматы, пятидесятники? Вот так. Покажите. Вот как ведете собрание и прочее. Ну, во втором веке. В первом апостолу. Мы к апостолу. Так, во втором. Ни одного. В третьем ни одного. В семнадцатом ни одного. И только где-то в девятнадцатом секты, не считая лютера. Это шестнадцатый век, тысяча пятьсот семнадцатый год. Они ничего не могут сказать. А почему делились? А там не так, в церкви там не так, там иконы или... Ну, находят что-то говорить. Ну, скажите. Я разбрасываю по всему священному писанию их на поиски. Покажите. Все в Ветхозаветне было тенью будущих благ. И сразу садятся. Вот такое событие. Что оно означало? Почему, считаем, первую книгу Сарс, люди, жители Бевсомиса, заглянули в ковчег, они не били, не плевали, как сектанты-баптисты против икон. Но заглянули, посмотрели, пошли опять работать. И вдруг у каждого, у кого живот, у кого глаза выкатились. И Бог убил. Написано, убил 50 тысяч и 70 человек. За что? Сектанты не могут ответить. Я говорю, за ковчег, в который смотрели. Ну да. А в ковчеге что было? Не знают. Скрижали слово. А слово было у Бога. Это Бог. Прообраз. А ковчег, это Божья Матерь, которая его носила в себе. А вы над ней издеваетесь, говорите, у ней куча детей была и прочее. И вот теперь они останавливаются, начинают. Вот говорят, почему от Андрея Кураева спросили, Олега Стеняева про меня. И он там дает ответ. До этого ответ давал, что необыкновенно там продуктивные, сектанты приходят. Я вот этого ничего не знаю. Я просто считаю и спрашиваю, за что? И они начинают думать. А теперь уже и дальше применяют это. И вот здесь не устоял в истине, потому что все было по правде, и ангелы говорили по правде. Он стал клеветать, агитировать. Вот такой Навальный вышел, или там кто-то еще, мало ли, Турчинов, давай Майдан делать против Бога. И одна треть ему покорилась. И на небе произошла война. Воевали, написано, Архангел Михаил. И он сбросил его на небо, и они превратились в Люцифер, сын любви и света, самый премудрый, самый красивый, изощренный. Он превратился в этого дьявола, у которого берут интервью. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, ну еще раз процитирую. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжес, и отец лжи. Евангелие от Иоанна. 8.44 Клеветник и гордость породивший таких же ищет себе последователей. Но одна третья ангелов уже обрекли себя, когда склонили слух свой к речам, замыслившего основать себе царство. Рок Исайя, 14 глава. Так, 14 глава. И Иезекииля, 28 глава. Но погрузившегося во мрак вечной погибели, как оставивший свое жилище, свое место, назначенное ему Богом. Цитата. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, 2 Петра 2.4 Еще цитата. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.8 И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Иуда 1.6 Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Иоанна 4.18 Зная, что дьявол внушает свои мысли, в слушающих его можно предположить, что он, подняв ропот на небе, объявил Бога в злобе и жестокости. Цитата. Подошел, получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал. Матфея 25.24 Что Бог держит слух своих в неведении, скрывая от них знания. В третьей главе «Бытие» об этом говорится. И «Бытие». То есть, когда дьявол говорит, и будете, как боги, знающие добро и зло. Он клеветал на бога дьявола. Святые отцы на соборах, давших правила для спасения, запретили самочинно оставлять собрания, отделяться от церкви. Василий Великий. Первое. Правило Иганский собор. Шестое правило. Значит, первое. Если какой пресс-фитер, презрев собственного епископа, отдельно собрание отворить будет, и алтарь, но его друзит, и обличив судом епископа ни в чем противном благочестию и правде, да будет извержен как любоначальный, ибо есть похититель власти. Апостольское правило 31. Все, входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святой в Христии, да будут отлучены от церкви да то ли как исповедуются, покажут плоды покаяния и будут просить прощения, и таким образом смогут получить онэ. Да не будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, не сходиться в дома и молиться с находящимися вне общения церковного, чуждающихся собраний одной церкви не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов или пресвятеров, или диаконов, или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученным от общения, да будет и сам вне общения церковного как производящий замешательство в чине церковном. Антиохийский 2. Еще цитата. Если который пресвитер в своем поведении осужден будет, такой должен соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело и дабы через них примирился он со своим епископом. Если же сего не сотворит, но от чего да сохранит Бог, надмиваясь гордостью, удалит сам себя от общения со своим епископом и вместе с некоторыми, производя раскол, принесет Богу святое приношение, такой да будет признаваем находящимся под клятвою и далишится своего места, впрочем, с рассмотрением не имеет ли справедливой жалобы на епископа. Карфагенский собор 11 правило. Даже если человек и не был отлучен, а просто зазирает, чуждается посещать одну общину, церковь, то его не принимать ни в какой другой. Он должен спасаться там, где уверовал или окормляться до толи. Желая оправдать себя, сеющие смуты в умах неутвержденных ленивых прихожан, говорят, а кто эти правила написал? Что они разве вечные? Они не знают, что правила соборов и святых отцов суть вехи на пути в Царствие Небесное. И что эти правила никто не имеет права изменить. Цитата. При начале всякого слова и дела наилучший чин есть от Бога начинать и с Богом оканчивать. По глаголу богослова. Сего ради и ныне, когда и благочестия нам уже ясно проповедуются. И церковь, в которой Христос положен основанием, непрестанно возрастает и преуспевает так, что более кедров ливанских возвышается, полагая начало священных словес, Божию благодатью определяем, хранить неприкосновенно нововведением и изменением в веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова богоизбранных апостолов. При Константине, царе нашим, на нечестивого ария и на вымышленное имя языческое и на Божие, или точнее сказать, много Божие, в Никее собравшихся, которые единомыслием веры, единосущие в трех ипостасях богоначального естества, открыли нам и уяснили, не пропустив всему сокрытому быть под спудом неведения, но ясно, научив верных поклоняться единым поклонением отцу и сыну и святому духу, не спровергли и разрушили ложеучения о неравных степенях божества и ретикам из песка сложения против православия, детские построения разорили и незринули. Так же и при великом Феодосии, царе нашим, сто пятидесятью святыми отцами, всем царствующим в грани собравшимися, провозглашенное исповедание веры содержим, бога, словствующее о святом духе изречения приемлем, а нечестивого Македония купно с прежними врагами истины, как безумно дерзнувшего почитать владыку рабом и нагло хотевшего пресечь несекомую единицу, так что не было бы совершенно совершенно таинства упования нашего. Вместе с этим гнуснейшим и против истины неистовавшим осуждаем Аполлинария тайна водителя злобы, который нечестиво изрыгнул, будто бы Господь принял тело без души и ума, сим образом, также вводя помышление, будто бы спасение соделано для нас несовершенное. Также и при Феодосии сыне Аркадия, царе нашим собравшимися в первый раз в ограде Ефесе двумя стами богоносными отцами изложенное учение несокрушимую благочестия державу согласием запечатлеваем единого Христа Сына Божия и воплотившегося проповедуя и бессеменно родившую его непорочную преснодеву Марию исповедуя собственно и истинно Богородице цию а безумное разделение не история как от жребия Божия отлученная и недавно при царе нашим блаженной памяти Константине всем царствующим граде сошедшегося шестого собора вероисповедания которое большую крепость приняло когда благочестивый император постановление этого собора своею печатью ради достоверности на все веки утвердил вновь обязываемся хранить нерушимым оно боголюбно изъяснило что должны мы исповедовать два естественные хотения или две воли или два естественные действия воплотившимся ради нашего спасения едином Господе нашим Иисусе Христе истинном Боге а тех которые правый догмат истины извратили и единую волю и единодейство в едином Господе Боге нашему Иисусе Христе Те людям проповедовали судом благочестия обвинила как Феодора епископа Фаранского Кира Александрийского Гонория Римского Сергия Пирра Павла Петра бывших всем Бога спасаемым грани предстоятелями Макария антиохийского епископа ученика нашего Стефана и безумного полихрония сим образом соблюдая неприкосновенным общее тело Христа Бога нашего кратко сказать постановляем довера всех в Церкви Божией прославившихся мужей которые были светилами в мире содержа слово жизни соблюдается твердую и допребывает до скончания века непоколебимую вкупе с Бога преданными их писаниями и догматами отметаем и анафематствуем всех которых они отметали и анафематствовали как врагов истины в соиск режетавших на Бога и усиливавшихся неправду на высоту вознести если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия и не так мыслит и проповедует но покушается идти против он их то да будет анафема по определению прежде поставленному прежде упомянутым и святыми и блаженными отцами и от сословия христианского как чуждый да будет исключен и извержен ибо мы сообразно с тем что определено прежде совершенно решили не прилагать что-либо не убавлять и не могли никаким образом второе прекрасным и крайнего чьяния достойным признал всей святой собор и то чтобы отныне ко исцелению души ко уврачеванию страстей тверды и ненарушимы пребывали принятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами также и нам преданные именем святых и славных апостолов восемьдесят пять правил поелик уже всех правил в повелении но нам принимать он их же святых апостолов постановления через климента преданные в которые никогда иномыслящие ко вреду церкви привнесли нечто подложное и чуждое благочестие и поврачившее для нас благолепную красоту божественного учения то мы ради назидания и ограждения христианской паствы он и климентовы постановления благорассмотрительно отложили отнюдь не допуская порождение еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистоте и совершенное апостольское учение согласием нашим запечатлеваем и все прочие священные правила изложенные от святых и блаженных отцов наших то есть трехсот восемнадцати богоносных отец собравшихся в никее также от отцов собравшихся в анкире и в неокисарии равно и в гангре кроме сего в антиохии сирийской и в ладыкии фригийской еще еще собравшихся снова всем бога спасаемым и царствующим в граде при нектарии предстоятели сего царствующего града и при феофиле александрийском архиепископе также правила Дионисия архиепископа великого града Александрии Петра александрийского архиепископа и мученика Григория епископа Неокисарийского чудотворца Афанасия архиепископа Александрийского Василия архиепископа Кисарий Кападокийской Григория епископа Низского Григория Богослова Анфилохия Инокийского первого Тимофея архиепископа Александрийского Феофила архиепископа того же великого града Александрии, Кирилла, архиепископа Александрийского и Геннадия, патриарха сего богохранимого и царствующего града. Еще же и Киприана, архиепископа африканской страны и мученика, и собором при нем бывшем изложено правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей и токма у них по преданному обычаю сохраняемо было. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил принимать другие с предложенными надписями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать, спекулировать истинное. Если же кто облечен будет, что некоторое правило из вышереченных покусился изменить или прекратить, таковы будет повинен против того правила понести эпитемью, какую оно определяет, и через он и обращуем будет от того, в чем приткнулся. Шестой Вселенский Собор. Правила первое и второе. Принявшим священнические достоинства, свидетельствами и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемля воспеваем с благоглаголевым Давидом ко Господу Богу глаголище. На пути сведений Твоих насладихся яко о всяком богатстве. Также заповедал еси правду сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. И если пророческий глаз повелевает нам вовек хранить откровения Божии и жить в них, ибо явно есть, что пребывают он и несокрушимы и непоколебимы, ибо и боговидец Моисей так говорит, к этому не подобает прибавлять и от этого не подобает убавить. И божественный апостол Петр, хвалясь ими, вопиет, в это желают ангелы проникнуть. Также и Павел вещает, если мы или ангел с небес благовестит вам иначе, нежели благовестили вам, анафема да будет, поскольку сие верно и засвидетельствовано нам, то радуйся всем подобное, как обрел бы кто корысть многую. Божественные правила с усложжением приемлем и всецело и непоколебимое содержим постановления сих правил, изложенных от сихвальных апостолов, святых труб Духа и от святых вселенских соборов и поместно собирающихся для издания таковых заповедей и от святых отцов наших. Ибо все они от одного и того же Духа, быв просвещены, полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафемствуем. А кого извержению, тех и мы извергаем. И кого отлучению, тех и мы отлучаем. Кого же подвергают эпитемье, тех и мы также подвергаем. Седьмой вселенский собор, первое правило. Любое отделение мотивируется аватеристами, как средство для духовного роста, как жажда евхаристической жизни литургических опытов. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Святые отцы дали подробные наставления желающим спастись и разъяснили, что будет с теми, кто пренебрежет наставлением духовных отцов. После Бога больше всех надо любить православных священников, очищающих нас святыми таинствами и молящиеся о нас. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Книга Серахова, 3 глава, с 3 по 9 стихи. Бес ненавидит не только духовное наставление, но даже голос наставляющего. Если случится, что и молодой простец, мирянин, говорит о божественном, или вообще о сути спасения, надо слушать и по силе исполнять. А если кто, будь он даже священник, и белую бороду имеет, но научает противному и несогласному со святыми отцами, то нечего и слушать его. Мысли твои открывай они всем, но только отцу духовному. Не давай слуха твоего речам о священниках и беги от вестей праздно шатающихся старух. Из-за непочитания священства вся церковь пришла к бесчине и смятению. Мы потеряли любовь. Если мы не любим духовных отцов своих, посланных от Бога, то кто поверит нам, что имеем любовь к прочим нашим ближним? Цитата. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Книга Искон, 20 глава, 12 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Книга Исход, 21 глава, 15 и 17 стихи. «Без наставника духовного спастись весьма мудрено. Разрешить от грехов всякий священник может, а научить духовной жизни – один из многих. Господь любит душу мужественную и мудрую. А если у вас нет ни того, ни другого, то надо просить у Бога слушаться духовников. В них живет благодать Святого Духа». Охраняйся от пристрастия к наставнику. «Многие не остереглись и впали вместе с наставником в сеть демону. Совет и послушание чисты и угодны Богу до тех пор, пока они не осквернены пристрастием, а с пристрастием погибают добрые дела. Не испытав отцов, им тайны не вверяй. Следует не жить и дела наставников разбирать, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим. «Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне», — говорит Кирилл Иерусалимский. «Когда священник неправо наставляет, не слушай его, хотя бы он был ангелом. Всегда есть опасность попасть вместо истинного руководителя на ложного и потом претерпеть вместо пользы вред, вместо спасения погибель. Горе братьям, у которых настоятель или духовник молод и телом крепок, а в духовных делах неопытен. От не имеющих Духа Христова учителей, проповедующих противное учению Христову, следует бежать». Признак, по которому можно распознать правомыслие Духовного Отца, есть согласие Слова Его со Словом Божиим. Если подумаешь, что духовник неопытный, что он в суете и что лучше самому руководиться по книгам, то ты на опасном пути и недалек от прелести. Ведать надо то, что враг ни о чем в монастырях и на приходах так не старается, как о том, чтобы разорвать связь Духовного Отца с братьями или прихожанами. Цитата. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего. «Сей сын наш буйный, непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Книга Второзакония, 21 глава, 18 стих. «Слушай, сын мой, наставления отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Притча 1.8. Для этого он уничтожает достоинства отцов в глазах братьев или прихожан, а недостатки их, свойственные нашей человеческой природе, увеличивает и даже измышляет. Всех наставников почитай и проси у них молитв, а душу открывай одному. Все на сегодня. Игнат Тихонович, все на сегодня, прощаемся. Ну что, до завтра. До завтра. Во славу Божьей, хорошее полосчилось утро. Аллилуйя. Спасибо Христосу, с Богом. С Богом.